14 декабря непривитым сотрудникам КБХ указали на дверь. Их отстранили от работы, руководствуясь постановлением главного санитарного врача Воронежской области. Сами работники считают эти действия незаконными. Я работаю в КБХ с 2005 года. Оказался в такой ситуации, что с 14 числа меня отстранили от работы в связи с тем, что я не предоставил документы о прививке. Я считаю, что здоровье и информация о своем здоровье – это личное дело каждого. И эту информацию работодатель именно в этом ключе, именно по прививкам, не должен требовать и не должен в связи с этим еще и отстранять от работы. Работодатели региона получили право отстранять невакцинированных сотрудников еще с 1 декабря, после того, как в области была завершена обязательная вакцинация. До 30 ноября сделать прививку должны были работники сферы услуг, образования, медицины, культуры, общественного транспорта. Казалось бы, что деятельность КБХ к этому списку никакого отношения не имеет. Но вскоре к главным врачам области перечень был расширен, куда добавилось еще 18 предприятий региона с непрерывным и опасным производством. Руководство основывалось на постановлении главного санитарного врача по Воронежу, номер 4, номер 5, согласно которому он обязал привить 80% работников предприятий и включил АО КБХ в список этих предприятий. Среди отстраненных от работы оказался и сотрудник КБХ Андрей Фомин, сделать прививку которому не позволило его здоровье. Я перенес операцию. У меня вырезали щитовидную железу. Мне на бумаге врачи никакого медотвода не дают. На словах мне говорят, что тебе нужно какое-то время подождать полгода. Я не являюсь антипрививочником, но я не делаю прививку, потому что переживаю за свое здоровье. Люди говорят, что боятся прививаться, так как вакцины не прошли всех клинических испытаний. Я против прививок, против вакцинации. Нас 81 человек. Нас фактически выкинули на улицу без средств к существованию. Мы не хотим делать прививки и хотим отстаивать свои права. Прививки не прошли, клинические исследования. У них много побочных эффектов. Мы не хотим проводить на себе эксперименты. А нас принуждает к этому. И непонятно, им нужно привить или получить сертификат, документ, о том, что привились. Ну, как можно заботиться о здоровье, когда они урезали бюджет медицины на следующий год? Это разве везде разрушает, сокращает медицинское учреждение? Это забота о здоровье. По мнению правозащитника Ильи Севалдаева, постановление главного санитарного врача, на который ссылаются работодатели, это ненормативный документ. Он носит лишь рекомендательный характер. Открытым также остаётся и вопрос, насколько правомощным объявлять такие предприятия, как КБХ, сотрудникам которого предписана обязательная вакцинация. Мы исходим из того, что есть закон об иммунопрофилактике вот этих инфекционных болезней. И там сказано, что отстранять от работы можно только тех категорий работы, которые имеют повышенную опасность заражения инфекционными заболеваниями. Но то, что какие-то новые критерии вводят, что опасное производство или непрерывный цикл, или ещё что-то, это уже как бы такое расширенное толкование законодательства. И мы считаем, что для ограничения трудовых прав работников расширенное толкование законодательства не допускается. А потому у всех сотрудников, отстранённых от работы, в этом случае нарушены трудовые права, прописанные Конституцией, считает правозащитник. Те, кто там работают какими-то там химиками или ещё как-то ещё, то есть занимают такие должности, где они работают с не людьми, а какими-то предметами, что называется, материального мира. Мы считаем, что опасности заражения у них нет, и поэтому, соответственно, требовать, чтобы их отстраняли от работы, мы считаем, это явно незаконно, это выходит за пределы тех рекомендаций, которые дал главный санитарный врач. Отстаивать свои права через суд намерены и сотрудники КБХА. К слову, это уже не первый случай массовых отстранений Воронежа. В начале декабря до работы не допустили 33 непривитых работников концерна «Созвездие». Аналогичные случаи имеются и на предприятии ВАСО. А между тем, рекомендуемые цифры – 80% коллективного иммунитета – в регионе почти достигнуты.